Значит, поменялся ли подход к определению риска и оценки риска и веса риска? Первый вопрос. Все организации или каких-то команд? Все организации, либо, как Ольга говорила, у вас было много команд, а как вы их выстраивали для эффективной работы? То есть вопрос про пересборку организации, структуры организации, либо части организации. Второй вопрос. Есть вопрос еще? У меня такой вопрос. Сколько людей бойцов потеряли в связи с превращающими событиями, если можно дать, и отдельно для ВСБРа, сколько по вашему ассоциации сделали? Как уменьшились команды, отток людей из команд. Такой вопрос. Боже, спасибо за этот вопрос. Я думаю, как бы на положительной ноте закончить. Я думаю, что эти отрицательные вещи, ситуация внешняя, но привели к тому, что выбрали наш продукт, потому что он стал... Мне нравится вопрос. Кому вот этот вопрос нравится, прям много рук, много рук? Много рук? Хороший вопрос, Оль? Давайте начнем по кругу этот вопрос. А другие вопросы подходите в перерыве потом. Я могу и про риски, собственно, сказать кратенько. Риски – это известная, по факту структура рисков известна, эта теория разжевана, они все посчитаны, образмерены, просто в рамках этого кейса сработали те или иные риски. Да, они были просчитаны, собственно, их вероятность была невелика, но они сработали, и мы понесли какие-то потери, и, соответственно, для того, чтобы нивелировать последствия этих рисков, нужно было выполнить определенные мероприятия, или они были выполнены. То есть здесь ничего не поменялось, просто что-то сработало, и нужно было сделать определенные действия. И про что-то хорошее, чтобы завершить нам чем-то хорошее. Да, про положительный кейс. Собственно, все рушится, мы все умрем. У меня, моя платформа переводов, она не зависит от международных платежных систем, а это не СБП, это не центробанковская история, она не подчиняется регулятору, ну, за исключением там определенных ФЗ в рамках финансовой деятельности. И когда все вот это случилось, МПС ушли, переводы за границу пропали, у нас есть переводы со странами СНГ прямые, прямые взаимоотношения, это все наши прямые договоры между операторами по переводу средств. И если до этих событий банки смотрели на скрель, ну, да, прикольная штука, но у нас тут есть СБП, у нас тут есть МПС, у нас тут есть свифты, у нас есть то и это, зачем нам еще одна альтернатива? А альтернатива, наличие альтернативы на рынке, это архиважно. То есть если что-то где-то отваливается, и ты можешь использовать альтернативу. Если тебя не устраивают условия там, ты можешь использовать альтернативу. Если тебе закручивают гайки там, ты можешь использовать альтернативу. Но пока, в общем, петух, он не прибежал, не клюнул, ну, да, есть, ну, то есть те банки, которые развивают розницу тем банкам, которым это интересно, они в эту историю пошли. Те, кто не развивает, либо имеет ограниченные ресурсы, либо не особо заинтересованы, ну да, есть штука, прикольно, да, наверное, да, она выгодная, но ресурсы палить зачем? Но когда все это произошло, как-то банковский финансовый рынок, смотреть на это стало немножко по-другому. Они прибежали и сказали, а-а-а, у вас есть альтернатива, давайте скорее подключаться. На что я сказала, давайте. Это твой продукт? Да, это мой продукт. У тебя стало больше производителя продукта? Да. Обалденно. Повезло. Могу успешный кейс добавить, Павел. Не повезло, это стратегически было продумано. Давайте еще набросаем хороших событий, что хорошего произошло. Если что-то хорошее, что произошло? Да. Сережа, добавим. Ну вот тот кейс, который я упомянул, да, по сути дела, собирались закупать датчики. В результате было принято решение, что вместо того, чтобы мы закупим датчики, мы создадим сферовой двойник. Там на производстве были, получается, коственные физические параметры, через которых можно было измерить тот параметр, который мы собирались измерять. Вот успешный кейс. И мы это реализовали командой, и затрат тут, капекса тут нет. После дела. Хорошо. Лев? Ну, просто был вопрос прям конкретный по поводу продажи. Продаем ли мы что-то или стали мы продавать что-то. Ну, мы как бы давно хотели что-то продавать, потому что так получилось, что мы по некоторым направлениям, там, где есть какой-то конкурентный рынок, как по процессам производства, так по логистике, там, и по закупкам и так далее. Просто за счет изначально выбранной стратегии разработки внутренних продуктов, вот ровно в той, о которой говорили, просто там, в 2018 году еще решили, зачем нам самолеты, давайте лучше как-то делать, что надо. Мы не могли это сделать, потому что там неохота было инвестировать деньги внутренних людей, сотрудников, чтобы настраивать это. Ну, то есть продажи продать, а пойди еще, как бы, это все настрой и так далее. А научить какую-нибудь компанию, которая может быть прокси между нами и, как бы, те, кому мы продаем, это еще тоже годы. Это тоже непросто. Но вот у нас была же цель, типа, один рубль. На прошлом году стояла продать что-нибудь, вот, хотя бы на один рубль. Она, как бы, специально не финансовая, потому что просто это организационный вопрос, типа, его надо каким-то образом решить. Вот. В этом году мы продали датчики. Ну, история у нас есть внутренняя разработка по взрывозащитым датчикам, по всяким вибродиагностам и так далее. И еще четыре цифровых продукта, которые полностью, ну, там, как сказать, отчуждаемы от нашего ландшафта и могут продаваться, как SaaS-решение. Вот. Относительно рисков тоже был вопрос. Ничего не поменялось с точки зрения модели, работы с ними. Единственное, что просто на уровне вероятности того, что что-то может произойти, оно просто поменялось, ну, как сказать, палата меры весов. А так, в общем, ничего. Еще, наверное, тут добавлю, что поменялось, если раньше смотрели больше в сторону коробочных решений и зарубежных каких-то, возможно, то сейчас стали больше смотреть в сторону собственной разработки этих решений внутри. Еще больше, да. Пока еще, наверное, можно сказать, что ничего не начали такого делать, но стали думать про это. Очень похоже на кейс. Еще добавил, что стали не просто смотреть в сторону собственной разработки, стали рассматривать интересные российские команды, да, ребят, которые действительно создают уникальные вещи. Вот. И там на предыдущем месте работы мы, ну, действительно, находили такие вот бриллианты, да, в регионах России, да, которые создают настолько уникальные вещи, да, которые там крупные, как бы, корпорации… Это вот стартапы, конкурсы стартапов или все-таки что-то зрелое? Ну, как это, команды, скажем так, да, то есть это не просто там стартап, стартап, потому что у него там немножко там другая цель у стартапа. А если там команда живет идеей, вот, занимается этой там историей там с, условно, студенческой скамьи, всю свою там научную там деятельность, тратит всю свою жизнь, складывает, да, то там по прошествии там 10 лет работы над одной темой получается там действительно уникальная история, которая там высококонкурентна на рынке, ну, ее действительно сложно продать. Точнее так, ее сложно продать, поскольку команда, она, ну, сама не может, это там человек 5-10, ее легко купить внутрь, соответственно, интегрировать и правильным образом применить. Вот задача найти такие бриллианты, правильным образом применить у себя. Прямо по всей стране их можно искать. И их полно. У нас колоссальные делаются инвестиции со стороны государства, много, много прекрасных там вузов, много прекрасных команд, которые, ну, в гаражах. То есть, видимо, пришло время, когда на них теперь будут обращать внимание, значит, все-таки с ними... Да, важные моменты, возможности, да, работать с ними, вовлекать их и использовать их решения для решения своей задачи. Точечно. Спасибо, Антон. Кто-то хочет поделиться хорошими событиями, чтобы нам на позитивной ноте закончить. Ну, Николай, все хорошо, мы поняли. У нас вообще ничего не изменилось. Ни в хорошую, ни в плохую сторону. Хорошо. Тогда, наверное, мы потихонечку, если никто больше ничего не хочет добавить, будем завершать. Там есть еще... Спасибо. Разные вкусности. У нас, как мы обещали, есть специальный чат для участников встречи для сообщества. Заходите туда, добавьтесь в чат, подсканируйте код. Там вы получите подборку книг по продуктовому мышлению, которую порекомендовали наши сегодняшние эксперты. Специально для вас. Мы попросили это сделать. Хорошая подборка, классная подборка. Кто хочет развиваться, заходите, подписывайтесь, вступайтесь в чат. Ну что, друзья, мы, наверное, на этом потихонечку будем заканчивать, судя по вашему взгляду, радостному, вечернему. Спасибо большое. Давайте громко-громко-громко поблагодарим экспертов, которые пришли, поделились своим опытом в дискуссию. Мне кажется, было живо. Покажите вот так, если понравилось. Вот, наконец-то мы дошли до состояния, что у нас вот так столько пальчиков. Покажите так, если вам понравились вопросы и слушатели. Есть, видите, как вы тут только понравились. Это классно. На этом все. Если вы хотите сказать спасибо или пока что-то можете это сделать, и давайте расходиться. Там есть кофе еще, здесь есть чат, здесь есть эксперты. Подходите вот в таком бровновском движении, заполняйте. Спасибо на самом деле ребятам из Ебуро за организацию. Мне кажется, что уже на конференцию поднабирается тем, поэтому... Проверяем гипотезу. Да, 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 да. Надо уже что-то помасштабнее. Спасибо большое всем. И спасибо участникам, что пришли и задавали интересные вопросы, создали дискуссию. Спасибо. Пока. Продолжение следует...